это мои я их нашла вон еще это тоже мои грибы валя еще свои мы сейчас будем драться за них смотрите раз два три вот это все мои и вот это вот тоже мои смотрите это тоже мои но самое интересно впереди там где поставила свою корзинку смотрите это самый огромный кустик на сегодня пока что пока что ребята всем привет у нас сегодня такое дождливое утро всю ночь лил дождь и сейчас идет мы в дождевиках сегодня приехали будем проверять наши давние-давние места давно здесь не были приехали на разведку посмотреть что что же здесь вообще будет что нам попадется хмурое утро снимать достаточно темно но разведка есть разведка будем смотреть будем искать пожелайте нам удачи и мы пошли у нас сегодня 6 сентября находимся мы с вами сейчас горячий ключевском районе это недалеко от краснодара мы пока разведываем места поближе к дому дальше пока ехать нет смысла потому что но опять-то были у нас в массовском районе для этого люди очень хорошо собирали в горной адыгее но опять уже потихоньку отошли то есть они должны уже появиться и у нас здесь у нас сейчас можно будет найти печеночный гриб остатки цезарского гриба какие-то дубовички и опята соответственно так что я думаю что нам сегодня может даже повезет на опятки в общем будем искать конечно же не забываем кормить нашего лесовичка подкармливать угощать чем-то что у вас есть наш лесовичок например любит очень сильно леденцы с удовольствием их берет верит кто нет у нас такая вот традиция мы всегда чем-то угощаем наших местных жителей взамен на то что мы берем грибочки все оставили гости не идем дальше искать грибы далеко ходить не пришлось моя первая находка конечно же печеночница в стволе дуба такая вот чуть размокшая но вполне достойный экземпляр печеночницы чистая свежая смотрите хорошенькая печенка мне очень нравится этот гриб мы берем его на салат в этом году я даже попробовала ее замариновать мне очень понравилось баночки по рецепту тех же опят принципе вполне достойно так как гриб очень кислый он требует вымачивания я его оставляю на ночь вымачивать периодически меняю воду на утро очищая вот эту верхнюю слизь верхнюю оболочку так как в как раз в ней такие содержится вся вот эта кислота аскорбиновая она удаляется и с этим самым удаляется и кислота гриб вываривается в подсоленной воде с уксусом минут 20 становится розовато-сероватого цвета и можно делать уже что угодно как и любые другие грибы встретилась нам еще одна печеночница вот такая вот красивая и молодая свежая еще свежее чем первая аккуратно подрежем достаточно она глубокая тут прям даже вот молодой язычок лезет молодой не будем трогать возьму только большой экземпляр побольше смотрите чистенький хороший на без грибе так сказать и печеночный гриб грипп тем более в таком хорошем состоянии ну возьмем что делать только развернулась другой стороны лучше в корнях целяйте еще одна насколько грипп поразил питается ведь деревом что уже со всех сторон паразитирует этот грибочек на нем вот такой тоже свежий хороший экземпляр тоже берем поднялись на горку я нашла ствол который также заражен печеночным грибом вот один второй экземпляр если чуть выше посмотреть вот видно еще третий возьмем только крупный заберем его с собой потому что уже по размеру в принципе он нормальный вот эти вот молодые экземпляры будут лучше всего их можно даже не счищать от пленочки верхней вот такой вот видите хороший молодой чистенький такой будет лучше всего смотреться и на вкус более нежный а здесь виктория набрела смотрите на какую полянку социальных опят одна кучка вторая кучка и вон тут вот третья класс сейчас вам покажу чем они отличаются от обычных опят растут они всегда вот такой вот крупной семейкой обычно мы их либо срезаем либо двумя ручками знаете вот под корешок вот так вот раз и семейку так сказать выдрал всегда они вот таким вот кустиком они без юбочки эти опята всегда растут кучно у них всегда затемненная ножка к основанию ножка ровная достаточно шляпка немножечко вот такая вот шероховатая цвет варьируется от бледного до темного но это все же они опята социальные ссыхающиеся или как кто называет дубовые как мы можем видеть здесь у нас дубовая листва прошлогодняя и вот они сейчас уже наступает их сезон наравне с печеночницей мы можем насобирать вот таких вот друзей опята замечательные вот здесь вот в мокрой листве мы не ожидали сегодня после в дождь точнее да и после ночного дождя обнаружить их совершенно не размокшими совершенно свежими то есть это говорит о том что они все таки растут как и обычные опята в дождь и вот третья семейка смотрите если тут рассмотреть вон они прям в корнях раскрыть вот одна вторая семейка и с другой стороны третья забирай эти опята также хорошо идут в маринад их можно отварить и заморозить просто пожарить после отварки после отваривания принципе ничем не отличаются от обычных опять такие же вкусные такие же сочные единственное что у них будет немножко жестковатая ножка краю но вот это вот можно обрезать до темного взять вот так вот прям кустиком в руки срезать ножничками и варить а потом уже делать что угодно хоть пироги смотрите что нашли хорошо твои валюшка давай тоже ищи я нашла тоже свои грибы обратите внимание какой я нашла кустища во первых вот это мои я их нашла вон еще это тоже мои грибы свалящи свои мы сейчас будем драться за них смотрите раз два три вот это все мои и вот это вот тоже мои смотрите это тоже мои но самое интересное впереди там где поставила свою корзинку смотрите это самый огромный кустик на сегодня у меня пока что пока что вот и обратите внимание что мы сейчас находимся на горе и во враге если там принципе ничего нет а на горе вот что представляете классно молодец темно так не видно ничего ну классно в корзинках а то еще это мои грибы там ну да 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 почему это раз и два отстаньте отстаньте это все мои грибы я кричала издалека что это мои так но так как нам проще их довести вот такой семейкой для того чтобы потом почистить так брать их и будем печеночный пока на низу а эти грибочки берем семьей но просто сейчас вот обрезать их от шляпки но это сейчас будет очень долго и муторно удобнее конечно будет взять с собой обрабатывать так как я рассказала поэтому мы так и поступим они конечно немножко размокшие но тем не менее шляпка у них хорошая это не мешает грибочкам оставаться достаточно свежими это значит то что грибочки эти вылезли явно не сегодня они вылезли вчера и простояли здесь в дождь немножко сыроватый ну ладно эти грибы я также консервирую как и другие любые опята по тому же рецепту очень вкусные в основном беру только шляпку получается очень нежно и вкусно и рецепт если хотите оставлю здесь под видео полистайте вниз в описании увидите мой рецепт я его ни от кого не скрываю рецепт достаточно ну нелегкий такой он с первого раза голову можно сломать как все это делается рецепт маринада но если один раз попробовать сделать а потом делать по этому рецепту грибы то вам очень понравится поэтому обязательно попробуйте и напишите мне потом своих комментариях оставьте мне комментарий как насколько вам это понравилось оставляем нельзя не до конца их забираю я вот сейчас вот эти грибочки еще заберу молоденькие и пойду свои текучки забирать пока их девчонки у меня не отжали пусть ищут свои грибы каждый конечно знаете когда ходишь втроем и ходишь в одном месте в основном сейчас темно в лесу и как-то разделяться особо не хочется так как сейчас утро дождливая погода ходим все вместе вот и уже конечно искать грибы когда ходишь толпой намного сложнее уже каждый готов подраться за кучку который видит издалека полянку так сказать так в этом месте мы срезали у меня уже так сказать по корзинке есть идем дальше не вырвешь из дупла вкусненькие опят я их очень ждала в том году они пошли намного раньше чем в этом мы их уже в августе собирали в этом году они немножко у нас припозднились так с этими опятами нам конечно нож не нужен потому что нож можно в принципе убирать пока его не посеял снова нож прибираем и забираем вот эту кучку тебе прям помоложе были экземплярчики здесь кучка уже распустилась вот они эти какие хорошенькие прям и молоденькие классники война баночку сегодня супер прям за марину их вкусняшечки сейчас этот куст забираем эти удобно очень удобно их вот так вот брать конечно блин не назовите меня извергом что я там нарушаю какую-то древесину этот гриб-паразит который уже просверлил остаток этого дерева там где-то там насквозь и уходит глубоко грибницей вниз на несколько километров поэтому не переживайте кто как срезает срывает выдирает грибницы абсолютно все равно последние кустики прям в травке такой красивой ах прям жалко их и вырывать ничего тихо охота сегодня у нас хорошая явно не тихая судя по нашим визгам ну конечно это же ведь первые социальные опята в этом сезоне всегда радуешься какому-то новому грибу самому первому в сезоне всегда у меня сегодня буду жарить картошку с грибами это будет очень вкусно и так напомню что эти грибы предварительно всегда нужно отваривать любые опята у нас подвергаются тепловой обработке предварительно иначе можно получить пищевое отравление обычно не варю я яичный гриб я не варю под осиновики а бабки то есть под березовики до любого плана лексинумы лисички варю маслята не варю в общем кто хочет узнать какие грибы я варю а какие нет лучше пишите мне в комментариях а я вам отвечу смотрите с одного захода почти полная корзинка социальных опяток идем дальше и тут еще у меня много места внизу я там одну увидела да и но я не знаю девочки нет я дальше приметила твоя твоя так короче смотрите складывать уже особо некуда всем сегодня уже повезло века ты прошла очень много грибов кстати ну их то понятно бегом пока мы тут режем бегом так смотрите ну вика смотри-ка это у кого есть собой пакетики если что но это здорово потому что я например пакетиков сегодня с собой не брала потому что ехали принципиально на разведку на свои старые места нет ты посмотри что они творят они сейчас просто подерутся ящики не деритесь грибов всем хватит их так собирать удобно смотрите подошел дернул пошел замечательно вот это прям косилово какое-то смотрите везде куда не повернись опята вот это класс и не нужно ехать даже в другое место меня уже все устраивает потому что у меня вот такая вот корзинка буквально за пять минут они ничего ничего девочки там мои грибочки я там приметила аккуратненько а вот может вы уже их дернули у меня я у меня там дальше кучка была поможет и вот это так 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 где же кучка моя кучка так где-то я тут видела надо было вернуться в то место и глянуть оттуда так а вот не не девочки дергайте вот она моя кучка ее нашла я видела вот эту сдалека вот она моя прелесть конечно конечно ничего мало грибов что любому вот она моя счастливая кучка тут и малыши у меня прям маленькие 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 гвоздики тоже мы собираем вот такие вот красивенькие валя еще нашла вон там кричит валя еще 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 нашла так и перерабатывать их очень приятно да то есть и порезал ножничками почиков помыл отварил и готова прекрасные грибочки прекрасные мне очень нравится варварски сегодня немножко все это происходит но надо поспешить на 8 часов стоит дождь мы просто не успеем вот такая вот у меня уже корзина уже не вмещается полная корзина грибов за пять минут и к ты там косишь у тебя уже тоже я смотрю полная да ну как не сильно по моему сильно у меня уже если честно тяжелая я готова отнести ее в машину пойдем конечно сейчас вот тут вот а вот сзади тебя еще вижу ну ладно забирай не забудьте вот эти вот рядышком вот эти вот еще рядышком смотрим а вот я тоже тут не шла ого ох и так кричит и это кричит и все кричат а ну вот видишь проходим мимо каждый и свои грибы только видит и все все всех сегодня лисовичок поздравил час свои тоже классные гвоздики обалденные гвоздики и валя косит у нас сегодня просто рай опяточный рай заходи и опять набирай что говоришь да 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 всегда всегда валька нас счастливый талисман конечно ладно надо еще осмотреться я думаю это это реакция на грибы а ветка на нее упала ну бывает да в дождик его погода такое не страшно главное чтоб не большая ветка не сук до цивилизации здесь очень далеко если пешим идти так все это в пакет идем дальше просматривать грибочки конечно чуть-чуть мокроватые но это можно сказать издержки нашей погоды ничего страшного нет и опята от этого хуже не стали размокнуть не успели все собираем пакет их несем корзинку потихонечку к машине расскажите нравится ли вам такая вот охота когда все грибы как на ладони зашел набрал и вышел может кому-то нравится долго ходить и долго искать кому-то сразу вот так вот нравится набирать азарт конечно есть азарт но когда ты мне кажется когда вот находишь вот такие поляны это вообще такой азарт возникает особенно да как мы вот сегодня не по одному ходим а толпой чтобы успеть отвоевать свои грибы начинается такая лютая жадность не узнаешь сам себя понимаешь да что уже ну блин это как-то некрасиво задничать вот такая вот приятная кучечка да и вот кустиках здесь вот тоже горяжки у меня под палками здесь растет сквозь палочки блин видненько пробивается замечательно ну вот уже и пакет у меня почти что полный вот с этими опятами в принципе всегда вот круглый год хорошо то что их набрать несложно так как растут они огромным кустом мне они тоже нравятся хоть они конечно как все считают грибники качеством чуть пониже чем обычная пята но я бы так не сказала я не соглашусь мне например нравится ай тут мои девчонки ну что как у вас ловы привет привет Вика где твой пакет у тебя одна корзинка корзинка одна да она мне дала на развод на развод да видишь вот еще корзина слушай я эти рекорды побила сегодня конечно ты ж сегодня все забрала то есть это совершенно классно ура ура молодцы ура молодцы да мы сейчас вторую ходку сделаем мы сейчас все это несем в багажник машины возвращаемся обратно с пакетами ну все еще корзинками погнали ох приятная ночь лис потихонечку уже поменялся много рыжины все такое желтенькое красивое листочки падают потихонечку так красиво в лесу листочки кленовые разноцветные мы отнесли корзинки и зашли на второй заход продолжаем искать опята я иду к девочкам на гору что-то там они нашли ну хвастай вау 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 пошли дальше ничего себе так надо не наступать учи ого малыш строят там вижу да малыши все тоже тоже стравки сейчасût пройдем помниeline нечего несомiele случi печатvel пути в гамму Ух ты, еще в низинках, ничего себе, Виктория, вау, молодцы, девочки, молодцы, вау, еще это не заканчивается, ну второй заход мне тоже нравится, а вот видела с этой стороны, вот они, да, вот пирожки прям классные, Ну, я тоже хочу найти свои опятки, я тоже пошла дальше тогда, я нашла свои опята, представляете, ну правда они, конечно, здесь, о, здесь малыши, о, здесь, смотрите, кучка, вот здесь малыши, вот маленькие, ой, глаза разбегаются, вот еще кучечка, кучки, Веселые кучки, вот такие вот пироги у нас сегодня, Валя, тебе повезло, и я вот вижу еще, вон я тоже нашла, классно, так тебе надо пройти подальше чуть-чуть, чуть-чуть дальше пройти, вот у меня, четвертая кучка, классно, В общем, ищем, не отвлекаемся, работаем Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот социальные, Сыхающиеся опята Замечательные грибочки Опята без юбочки Или еще их называют дубовые Я тоже встретила здесь свои опятки, девчонки пошли в овраг, а я нашла еще вот таких вот красавчиков, и заметьте, кстати, лес здесь не только дубовые, здесь еще и клены, вот видите, нападали красивые листочки Девочки пока еще не орут, они в том овраге, значит, пока что грибов еще нет, иначе бы они орали как бешеные Со стороны моря, со стороны гор заходит очень черная туча, я не знаю, видно вам или нет, это кажется голубым небом, на самом деле это идет страшная-страшная сизая туча И уже чувствуется, девчонки меня зовут, чувствуется духота безумная сейчас, скоро вот это вот, когда нас достигнет, просто здесь ливанет Поэтому будем потихонечку собираться назад В принципе, то, что мы уже перенесли в машину, еще вот по корзинке, мы уже сделали, поэтому на сегодня, я думаю, жать ничуть не будем Не будем О боже, смотрите, пока я с вами разговариваю, лясы тут точу А я еще нашла опят, а ну-ка пошли Вот это да А куда же я вас смещу, ребята? Боже Батюшки мои Простите, ребята, меня Я просто в шоке Девочки, я здесь Нет, вы это видели? Глянь Тут малыши, тут малыши, тут покрупнее, тут вот Дальше идем, чтобы не наступить Вот кучка, вот кучка, вот Вот, 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 вот И это не конец Потому что здесь у меня целая плантация Вот еще И это тоже не конец И вот это Ну тут прям козырная, кругленькая какая Лесовичок сегодня очень щедр ко мне Вот такие вот, ребята, эмоции в прямом эфире Я в восторге Субтитры сделал DimaTorzok 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 Немножко темновато в лесу Сейчас посветлее сделаю Вот наши, которые хорошие Опятки социальные А вот это вот Калибия веретеногая Обратите внимание на ножку Ножки у них разные У Калибия веретеногая ножка будет немного вертлявой Тоже присушенная Но она такая, вы знаете, тоже бывает белесая И книзу она красненькая Такая вот Запомните, бугорок всегда вот тут вот он присутствует у них Такой вот выраженный грибок У социальных опят Будет по центру Кропление, можно как это назвать, я не знаю Ну вот, если обратить внимание на корзинки Посмотрите Легко запомнить Как выглядит в любом возрасте Социальный опенок Он немножко как присушенный, потресканный на шляпке И всегда светлее Калибия веретеногая будет ярче Она будет более такая коричневая И пластинки у нее, кстати Более такие редкие Не такие, как у социального опенка Разные, видите, они Все-таки они отличаются По внешнему виду Я считаю, что различие есть Вот это Калибия Это социальный опенок У этого ножка будет просто темная Книзу почти что серо-черная У этого гриба Она красноватая К концу К краешку То есть все равно разница есть Но, конечно же Для начинающих грибников Сначала нужно Найти оба вида и понять Чтобы запомнить раз и навсегда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот получился у нас общий улов За два захода Считаю, что это просто фантастически Взвесили эту сумку Сколько ведь получилось в одной сумке? Вика, сколько в сумке получилось? 6 килограмм 6 килограмм в одной сумке Представляете, сколько вот Основного веса? Я просто не знаю Килограмм 25 точно будет, наверное Вот это мы сегодня молодцы дали Просто и гвоздики И побольше, покрупнее Да, конечно, были и лопушки Но лопушки пойдут на сушку А гвоздики можно будет замариновать Прекрасный сегодня сбор Вот такая вот у нас сегодня прошла разведка Безумно классная Мы счастливы Не зря сюда поехали Не зря разведали свои старые местечки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!